МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было это в начале 13 века. Разлилась река Сухана, и берега ее стали так далеко друг от друга, что жители Устюга, привыкшие ходить на службу на другую сторону реки в Троицкий Гледенский монастырь, не смогли этого делать более. И был в Гледенском монастыре молодой инок именем Киприан. Семье его принадлежали многие земли под Вине и вокруг Устюга, но самого его не интересовали дела земные, а посвятил он свою жизнь спасению своей души. И попросили его у стюжане переселиться в сам Устюг, да основать здесь монастырь, чтобы им было где Богу молиться. И вот в 1212 году инок Киприан с Устюжанами начал строить обитель во имя введения во храм Пресвятой Богородицы и архистратига Михаила. В окрестностях монастыря было несколько озер, а сам он находился за пределами Острога и древнего городского вала. Сам Киприан пожертвовал все состояние своей семьи на это дело, а горожане носили все необходимое для устройства храма. Довольно быстро в монастыре появилось братья, и единым порывом они избрали себе игуменом уже известного нам инока. Часто приходил сюда на беседу с Киприаном и праведный Прокопий Устюжский, юродивый. По своей скромности и смирению, игумен Киприан так никогда и не принял священнического сана, считая себя недостойным рабом Божиим. Даже спал преподобный на камне, от которого потом у стюжане отцарапывали кусочки и, выпивая их с водой, получали исцеление. Прожив более 80 лет в монастыре, преподобный Киприан скончался 29 сентября 1294 года по старому стилю и был похоронен при воротах монастыря. Позже его мощи перенесли, и сейчас над его могилой находится миниатюрный храм при половине Пятидесятницы. Прошли годы, и монастырь расширился. Произошло это отчасти от особо большого количества чудес и видений, явленных у стюжаном и насельником монастыря. Жил в обители некий холоп Иван – корымец, бурят по происхождению, отставший от своего купца. Монахи приютили его в монастыре, и он принял православие и остался тут жить, подрабатывая ночным сторожем. И вдруг видит он посреди ночи в часовне над могилой Киприана огненный свет. Иван со всех ног побежал к монастырскому уставщику Нифонку, но когда они вернулись, свет уже погас. Нифон не поверил, да заругал бурята. Спустя две недели чудесный свет пришел снова. На этот раз сторож решил проверить все сам, и, набравшись смелости, заглянул в часовню. Он увидел там сияющую перед образом спасителя на хоругве свечу. А на гробнице сидит старец. В одной руке держа посох, а в другой – пывающие свечи. Старец одет в золотые облачения, а полчасовни – не полбольше, а прекрасная зеленая трава. И старец сказал – сыро мне лежать. На следующий день, собравшись, братья отслужили панихиду по преподобному Киприану и отсыпали песком под часовней и вокруг нее. Много раз еще видели преподобного Киприана в монастыре, то исцеляющего зависимого от пьянства, то тесающим камень на строительстве в Бегенской церкви, то молящегося в храме и однажды попросившего перенести его мощи от ворот на новое место. Так и жил монастырь, в котором было два настоятеля – один обычный, земной, и второй – чудесный. С момента своего создания Михайло-Архангельский монастырь входил в систему обороны Устюга и служил форпостом на его северной окраине. В XV веке на восточной стороне ограды монастыря были поставлены ворота, а над ними возведена башня с бойницами. Пруд, позже названный Архангельским, озера и ручей защищали монастырь от незваных гостей, и долгое время монастырь оставался надежной крепостью. В 1653 году здесь началось большое строительство. Местный купец Никифор Ревякин пожертвовал большие деньги на строительство каменной церкви-введения во храм Пресвятой Богородицы и пятиглавого холодного храма в честь собора Архангела Михаила. За ближайшие сто лет с того момента будут построены еще два храма – настоятельский, братский корпуса, новая каменная ограда длиной 800 метров. В 1750 году на колокольне Михаила Архангельского собора установили большие часы с немецким механизмом и боем. С начала XVII века на территории монастыря действовало Великоустюжское духовное училище, а с 1737 года – Великоустюжское духовное семинария. Но после пожара в ее здании в конце XVIII века она так и не была восстановлена. В 1788 году была упразднена Великоустюжская и Тотемская епархия, территории которой вошли в Вологодскую и Великоустюжскую епархию. Последний Великоустюжский епископ, Преосвященный Иоанн, был уволен на покой и провел остаток своих дней здесь, в Михайло-Архангельском монастыре. В 1918 году монастырь был закрыт, использовался в качестве отделения Великоустюгского исправительного дома. В братском корпусе было семь общих камер на 30 человек каждая, в которых под стражей содержали священников, студентов, купцов, профессора и несколько крестьян. В одной сидел и Петерим Сорокин, известный русский и американский социолог, философ, культуролог и личный секретарь председателя Временного правительства Александра Керенского, сдавшийся чекистом в Устюге в октябре 1918 года. Он писал, «Нар не было». Заключенные лежали в своих лохмотьях на полу, в камере огромное количество насекомых. Многие из заключенных не знают, за что арестованы, а рабочие и крестьяне просто не понимают, за что их арестовало свое правительство. Среди заключенных существовала взаимовыручка. Еда делилась поровну, тоже наблюдалась в отношении Курева и так далее. Еда отвратительная, поэтому заключенные ощущали постоянное чувство голода. Обед – 1,4 фунта хлеба и миска горячей воды с картофелиной. Тоже на ужин и завтрак, то есть еда один раз в сутки. В камере вместе со здоровыми заключенными находились и 4 человека, болеющих сыпным тифом. Отбой в 20.00, а в 22.00 партиями заключенных уводили на расстрел. Начальником расстрельной команды из 11 человек был Карл Андреевич Петерсон. В городе Великий Устюг находился с 1918 года. Должность – комиссар дивизии латышских стрелков, занимался карательными операциями в прифронтовой полосе. Иногда расстреливали людей прямо в камерах, и так каждую ночь от 1 до 9 человек. Уже в наше время монастырь открывает свои сокровища и загадки. Паперть Архангельского собора хранит 4 росписи разных времен. Уникальная стенопись XVII-XVIII веков «Притчи старческие» назидает монахов в их духовном делании. Есть здесь и редкие орнаментальные росписи, и портрет архиепископа Иосифа, погребенного в соборе, и эпитафия монастырского архимандрита в Арсенофии. Западный портал ранее украшали двери с позолоченными и посеребренными медными пластинами с гравировкой библейских событий. Западное крыльцо собора ведет на галерею, где находятся обрамленные колоннами три портала. Собор первоначально был расписан, но сейчас фрески заштукатурены и забелены. С начала XX века монастырь практически не изменился. Здесь было училище, музей, и сейчас он все еще принадлежит училищу и музею, хотя экспозиции и выставок там нет. 16 июля 2014 года митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий издал указ об образовании православной религиозной организации архиерейское подворье Михайло-Архангельский монастырь. Сколько бы ни прошло времени, свято место пусто не бывает, говорят в русском народе. Придет время, и преподобный Киприан, как в древних видениях, благословит первого монаха, который вновь поселится в обители архангела Михаила на Устюге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok